Которые не примыкаются к каким-то там, я не знаю, большим сообществам, как СССР, да, то есть, почему такая большая страна была, вот, жили там под одним владельцем компании, вот, как бы, все такое. Люди сейчас более открытые, люди очень, почему сейчас очень много разводов, почему, я сам себя спрашивал об этом, очень, очень много расставаний, это просто люди ищут постоянно более выгодные какие-то условия, но дело не в условиях, а дело в самих людях, поэтому нужно для начала быть верным самому себе, вот и все, женись на скалон, хорошая идея. Я воспользуюсь этим советом, почему не полетела, поздравляйте, даже был какой весомый, приятный поступок для нее, она прекрасно знает, в какой ситуации я сейчас нахожусь, и в целом, в целом я думаю, что жизнь как-то, ну, не знаю, покажет, наверное, кто, кто с кем вообще будет, сколько языков знаешь, пять, почему у меня подруга часто бывает на Бали, это место проверяет людей на прочность, если они долго там находятся, с ее слов, видимо, не зря, там, если нужно побыть наедине с собой вдали от мегаполиса, согласен полностью. Что делать, если рассталась с парнем уже полгода, прошло до сих пор больно? Думаешь, пройдет? Обязательно пройдет. Знаете, как мне посоветовали одна семейная пара, они тоже взрослые люди, как бы, порядочные, взрослые, нормальные, там, люди со времен Советского Союза. Я задал тот же самый вопрос, они мне сказали, нужно влюбиться заново, попытайтесь полюбить в этот момент себя, попытайтесь, вот, подойти к зеркалу, там, сделать свою любимую прическу, там, намазаться любимым кремом, надухариться любыми, своими любимыми духами, вот, выйти на улицу, поймать какой-нибудь взгляд от парня какого-нибудь, я не знаю, и просто попытаться, несмотря вот на свои какие-то прошлые отношения, просто попытаться его послушать, углубиться в его, в его внутренний мир. И так же, чтобы он углубился в ваш, поговорить, пообщаться, посидеть, выпить чашечку кофе, посмеяться, в конце концов, я не знаю, там, покататься на самокате. И вот увидите, как все пройдет, сто процентов. Кстати, Дом-2 как раз-таки очень хорошая платформа, площадка для того, чтобы сделать, для того, чтобы забыть где-то свои прошлые отношения. Люди действительно там очень помогают, и ведущие тоже помогают разобраться в своей личной жизни, разобраться в своих отношениях, вот. Но они делают это грубо, вот, но помогают в своей форме, в своей манере, поэтому отдельный респект за это, то, что вот они не дали мне в какой-то момент это, вот, потому что без них я бы не познакомился с самой прекрасной девушкой, вот. Что еще? Вернешься на проект? Нет. Я думаю, там уже, все, что нужно, я там уже нашел. По твоему мнению, кто из ведущих самый нормальный и искренний по отношению к участникам? Вы знаете, сначала у меня было одно мнение. Сейчас я его поменял, и думаю, что одна из самых искренних ведущих, это, наверное, Ксюша Бордина и Ольга Орлова. То есть, они вот обе самые крутые. Конечно, он в ней не уверен, но страсть у него обухающаяся, занимает разум, небось и в долги в лес. Пока что не приходилось. Ты опять покинул проект? Да. Кто самая прекрасная девушка для тебя? Да. Вы сами прекрасно знаете, зачем отвечать на такие риторические вопросы. Как ты думаешь, какой урок тебе преподнесла жизнь в этой ситуации с Катей? Что, несмотря ни на что, что, несмотря на потери денег, чувств, времени, вообще, потери вот там всего, даже самого себя, несмотря на все это, нужно быть верным самому себе и своему выбору. То есть, то, что я выбрал, то, что я полюбил, я продолжаю это делать, несмотря ни на что. Вот этот урок мне преподнес. Это такая вот ситуация с Катей. Классно, у тебя все будет хорошо, спасибо. От души, душа, она... С Гориной сошлись бы, если бы не Катейского. Вряд ли, вряд ли, вряд ли, очень вряд ли. Сошлись бы, не сошлись, очень вряд ли. Почему, Сергей, вы расстались? Мы молодые, мы здоровые, мать его, мы красивые. У нас руки-ноги, слава богу, есть. Жизнь, я не знаю, сколько нам еще поднесет таких моментов, воссоединиться, а может быть, даже и не воссоединиться. Я думаю, что все впереди, и самое главное, это желание. Желание мое, желание других людей. Все это приведет к охуенному финалу. Извините за мат, но это будет охуенный финал. Хорошие какие-то языки знаешь. Испанский, итальянский, английский знаю. Знаю чуть французского и чуть арабского. Подружка работает в казино в Сочи. Видела Катю вчера с мужиком. Не знаю, вряд ли такое может быть, но тем не менее. Такие вот у нас, короче, приключения, дела и прочее. Но ничего. Как выучил столько языков, поделитесь секретом. Знаете, самая главная практика. Самая главная практика погрузиться полностью в мир, где они разговаривают на твоем языке родном. И начать просто слушать, понимать, смотреть новости, телевизор. Но я учил так, по крайней мере. Сережка, Сережка, кину тебя через хуй, а ты все бредишь ею. Да и похуй. Как погода у вас отличная. У нас плюс 30 градусов. Тебя ранят, а ты не ранишься, это точно. Это точно. Чем сказал он лучше Гориной? Ну, как минимум из-за того, что Катя вообще ничего не употребляет. Катя с колонн, вот как минимум из-за этого. Вот и все. Этим вопросом я просто все нахуй. Что есть с колонн, чего нет у других? Я до этого говорил, что все люди уникальны. Все люди уникальны. Все люди уникумы. Поэтому ее харизма, вот это, ее характер, ее внутренний мир настолько богат, что я его... Он такой, он такой разный, что я вот полюбил его такого. Ее внутренний мир. И что бы она ни делала, мне кажется, мне это нравится. Скажи, ну ты не вернешься на проект, или жизнь покажет? Да вряд ли. Выскать идеальная пара. Переживаю за вас. Спасибо. Спасибо. Не просру. Такая лапочка в ПС сложилось. Ощущение, что ты эмоционально выгорел на доме. Это так. Естественно. Естественно. Естественно, я очень выгорел. Знаете, когда... Когда пытаешься не делать какие-то там темы, а пытаешься жить как настоящий там герой своего времени. Пускай там черный герой, не совсем белый. Как многие привыкли видеть там крутых всех на показуху. Нет, конечно же, пытаешься жить размеренно, то есть по чувствам, по то всему. Открываешь душу, у тебя туда плюют, смеются. И да, я не стерпел депрессии, 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 депрессии. И все. И меня понесло в какой-то момент. Я стал где-то, наверное, выпивать. Стал выпивать. И от этого все проблемы. Я всегда говорил, что от алкоголя все проблемы. Вы знаете, такая шутка есть. Что выпила я сегодня чашечку кофе и заболела голова. Вот пиво со мной бы такого не сделало. И вы знаете, что я могу сказать? Что выпил я тоже алкоголя, а вот травку бы со мной такого не сделало. Был в Таиланде, наконец-то там. Все такое. Мир прекрасного государства. Чем сейчас зарабатываешь? Сейчас у меня есть какие-то онлайн-площадки, где мне капает какой-то маленький процент. Поэтому с этого также еще могу организовать какие-то там мероприятия для своих знакомых, где тоже так же платят неплохо. Вот чем я зарабатываю, если хотели узнать. И, естественно, пользуюсь всякими плюшками. Смотрите, частенько выкладываю у себя в сторисах плюшки, через которые можно летать. То есть, например, банк Тинькофф. Он очень хорошо помогает с бонусами, перелетами, едой, всей вот этой вот. То есть, много-много-много плюшек, которых я буду также выкладывать. Смотрите меня по... Смотрите сторисы. Там будет много интересного. Просто на самом деле, как берусь за соцсети, очень много всякого и всячины. И поэтому ничего не успеваю жить, снимать, выкладывать, общаться с родными, близкими также. Что подарил Кате? Подарок. Где его убрали, да? Очень жажко, что на дыры Кате не полетел. Мне было очень обидно. Мне тоже обидно. Но этим самым я... Этим самым бы я не решил свою какую-то проблему. Поэтому я думаю, что я сейчас нахожусь в правильном месте, с правильными людьми и с правильными мыслями. Главное не терять это. Когда девушка говорит нет, это значит да. Боже. Послушайте, я не знаю, что делает Горина. Я не знаю, что она делает. Но судя по тусовкам, судя по тем людям, с кем она там двигается, судя по тому, что она творит, потому что я ее знаю лично. Я ее знаю лично. Я знаю больше даже, чем что-то. И я просто хочу сказать, что человек... Когда-то я спросил у Катю, какие-то личные вопросы задавал ей. И она мне, естественно, на них отвечала также. Вот. И надеюсь, что искренне, исходя из этих ответов, я понял, что человек не совсем правильно живет по жизни. Просто вот скажу вот так вот. И все как бы. Здесь вы можете додумывать, придумывать, фантазировать, что угодно. Просто девчонка действительно не так живет. Ей хочется... Ей хочется всего... Может быть, даже не сразу, но всего ей хочется. И прям вот... Как говорят... Я на самом деле ее много учил, много учил. Даже когда, будучи, мы были на Доме-2, я ей пытался рассказать, что мир жестокий. Катенька, ты еще молодая, которая... Которая... Которая прошла небольшую школу Дома-2, и тебе стоит прислушиваться мне. Вот. Она меня не слушала, била стаканы. Обвиняли, естественно, меня в том, что я негодяй. Одно, третье, второе, четвертое, пятое. И тут я, короче... И вот он, я, короче, меня встречает. Дорогие. Ну, естественно, естественно, где-то, да, провоцирует, и как бы, ну, что поделать. Всем нужны деньги, послушайте. Всем. И то, что ей нужны лишь деньги, это неправда. То есть у Кати Скалон очень большое, очень большое сердце, очень больно, очень раненое сердце. Я бы так сказал, как и у меня. Мы с ней в этом похожи. Мы тоже с Катей имел случай пообщаться, узнать ее поближе. Поверьте мне, в жизни у многих есть свои траблы какие-то, есть свои несчастные случаи. Поэтому здесь я могу лишь просто посодействовать, чтобы все было хорошо. А так, деньги нужны всем. Кому не нужны деньги? Катя не приедет на Бали. Ну, если я сейчас сегодня сниму виллу и заработаю лям, то она приедет обязательно. Нет. Ну, естественно, не знаю. Не знаю, как... Потому что сейчас непонятно как-то все складывается, потому что я не в России. Катя в России. Я уехал и думаю, что мне пока стоит побыть здесь, потому что мне стоит очиститься от всего, всех бредовых каких-то там разговоров, мыслей и прочее. Я полностью убрал алкоголь из своей жизни. Я полностью хочу отказаться от сигарет. Вот. В остальном... В остальном мне помогает омега-3. Рыбежир. Кто ты по знаку зодиака? Я телец. Мы бывает переписываемся, естественно. Мы бывает переписываемся, общаемся, стараемся все равно понять, стараемся понять, лучше нам без друг друга или с друг другом. Наверное, это так. Что употребляешь из-за запрещенки? Слушайте, то, что... То, что все нужно, мне можно. Поэтому из-за запрещенки ничего. Будешь хранить вернуть до недели, естественно, пообщать с Катей на проекте Дом-2 нехороший человек. Ну, бывает такое. Вдруг Катя кто-то другого встретит на Дом-2. на сколько дней Сергеевы отказались от алкоголя? Я не отказался на сколько-то дней. Я позволяю себе бутылочку пива там раз в три дня вечером после тренировки. Я считаю, что хмель это очень полезная штука. Вот. От алкоголя я просто отказался. Мне неинтересно пить. Мне не нравится пить. Мне... Я не кайфую от того, что пью. Поэтому я кайфую от бутылочки пива. Может быть, даже бокал вина после какой-нибудь трудной недели. И я считаю, что это не пить. Это не означает пить. Сережа, как думаешь, Кристина и Ваня будут вместе? Ой, вы знаете, на Доме-2 может все случиться. Вот. Если надо будет, чтобы они были вместе, они будут вместе. Если они сильно прям не захотят быть вместе, то они не будут вместе. А так их могут подвести к тому, чтобы они были вместе. Да, почему бы нет? женщина должна любить себя, как и мужчина должен любить себя полностью. Полностью здесь согласен с вами. Просто понимаете, я вот, например, заметил то, что я, когда вступаю в отношения, я начинаю жить человеком, я начинаю просто бредить им, делать все для него, то есть все свои ресурсы направлены только на него, только на его развитие. О себе забываю в этот момент, поэтому мне, поэтому много теряю, когда ошибаюсь, особенно. Когда ошибаюсь, я теряю все, и себя, и девушку. Юлия Голова. Сергей, познакомьтесь с 12-шаговой программой. Ванька слюни пускает по Кате. Это точно. Ты Альфонс. Блин, хотел сказать, но неправильно поймать. Внимание Барзика к Скалу нравится тема или там есть что-то искреннее твое мнение? Внимание Барзика к Скалу? Нет. Я считаю, что Ване Барзику действительно нравится Катя. Я разузнал, навел справки еще до того, Катя зашла на проект, поэтому я был всегда осторожен с ним. Альфонс. А Катю с Ваней могут подвести, чтобы они были вместе? Естественно. Естественно. Просто я думаю, кому-то, одному из них это совсем не надо. Короче, у вас с Катей сейчас френдзона. Да, возможно. это так. Не знаю, что это значит, но френдзона, ну окей, френдзона, да. Почему я во френдзоне? Найди себе достойную девушку. Не надо искать, она сама придет. На каких языках ты говоришь кроме русского? Испанский, итальянский? На что живешь? Ни на что. Я живу на улице и ем манго и кокосы и пью. Вот. И вообще не буду отвечать тебе на вопрос и вообще удалю тебя из прямого эфира. До свидания. Вы должны быть вместе. Переживаю за ваши отношения уже больше, чем за свои. Спасибо, Алина. слава богу, кто-то эти переживания делит со мной. Кто-то. Давайте кто-то, давайте подключитесь кто-то из вас и поделится своим видением происходящего. Я, может быть, отвечу на какие-то вопросы. Ты ушел с дома 2 на совсем, на совсем. эта страсть перемешка с чувствами просто ты давишь головы вот к тому, что должен любить человек за не себя, не нарцисс. Просто адекватная любовь. Это притягивает противоположный пол. Да. Сергей, Катя собиралась на бале. Когда? Крис, ему не нужна. Может, тебе взять Кристину в себе? Нет уж, спасибо, Кристина мне не нужна. Твое от тебя не уйдет, это точно. Нью-Йорк, Сири, салют. Жаль, когда не переживание, она не делится, Катя. Делится. Все, что нужно, все, что нужно, я знаю. И дай бог, и вы узнаете когда-нибудь. Как мама. Все прекрасно. Анс. Новый год, Новый год, Катя хотела бы встретить на бале. Это откуда такая информация? Интересно. Так. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасьте, не здрасьте. Ну, без здрасти. Сколько тебе лет? Мне 28. А вы меняйте себе или парня разве чужой даже больше переживать. Итак, у меня сейчас будет ночная тренировка. После этого я буду ложиться спать. Всех обнимаю. Спасибо, что переживаете за меня. Я буду мысленно думать о том, что вы вместе со мной. Субтитры сделал DimaTorzok